Приветствую воинов Синди и добро пожаловать в Я мечтаю об Инди. Меня зовут Старый Геймер Джо. Сегодня я представляю тебе еще один обзор, поскольку мы смотрим на экшен-платформер Инфиорнокс в Стим. Большим источником вдохновения для этой игры, похоже, тоже является кастлывание, начиная с обычной Нинтендо. Но у тебя здесь есть ДНК и других игр Нинтендо, таких как Зелда 2, и Форнакс дает тебе контроль над Алсидором, который стремится остановить нечестивую магию, которая распространяется по его землям, чтобы восстановить мир. Но на самом деле в этой игре тебе предстоит сделать большой выбор относительно того, каким персонажем ты действительно являешься внутри. Ну, это не самая глубокая или оригинальная история, с которой ты столкнешься. Тематически мне многое здесь понравилось. Я думаю, что почерк снова прекрасен, представлен в стиле Нинтендо. В целом, это довольно мрачно, это задумчиво, и если вы были поклонником серии кастлывания, особенно старших, вы получите удовольствие от того, что они здесь сделали. Игровой процесс также отсылает к старым добрым временам на Нинтендо. У тебя есть стандартная атака хлыстом, чтобы справиться со всеми жуткими монстрами, которые встают у тебя на пути. Тебе здесь приходится иметь дело с множеством платформеров, и, к счастью, прыжки по большей части кажутся довольно приятными, я бы сказал. И Фиорнакс тоже довольно открытая карта, так что вам не нужно проходить ее в каком-то определенном порядке. Тебе обязательно понадобятся определенные способности, чтобы разблокировать определенные пути, но в целом ты на самом деле предоставлен самому себе, и ты можешь сойти с проторенного пути и заняться этой игрой самыми разными способами. У меня были отношения любви и ненависти с этими элементами метроидвании. С одной стороны, я действительно наслаждался свободой исследования в определенной степени, но это было неприятно, когда я врезался в каменную стену, и я просто не знал точно, куда идти, или мне понадобилась бы определенная способность, потому что прыжок был просто вне досягаемости. Это действительно привело к большому количеству блужданий и отступлений, потому что карта в этой игре не так уж велика. Одна вещь, которая мне действительно понравилась в Инфиорнакс, это цикл День-Ночь, который тоже является обратным вызовом к отслыванию. Ночью с монстрами будет намного сложнее, а потом днем все немного успокоится. Это действительно меняет игру некоторыми довольно интересными способами, которые я не буду портить. Ты будешь получать опыт от всех монстров, которых ты побеждаешь, а также время от времени случайным образом получать золото, которое ты можешь потратить, чтобы получить новое снаряжение, такое как броня. И ты также можешь разблокировать некоторые заклинания по пути. Система опыта довольно проста. Когда ты наберешь безопасные очки в этой игре, ты можешь потратить эти очки опыта, чтобы стать сильнее, или, возможно, повысить свое здоровье, или даже свою ману. Возможно, самым интересным игровым элементом из всех в Инфиорнакс для меня в любом случае был выбор, который ты делаешь. Ты можешь пощадить или убить определенных врагов или неиграбельных персонажей, с которыми сталкиваешься в своих путешествиях, и это оказывает прямое влияние на ситуацию. Ты можешь не получить определенные предметы, потому что ты убил чьего-то мужа, или ты можешь украсть из церкви, и это действительно может создать тебе дурную славу. Я подумал, что это действительно классная система, и она действительно добавляет некоторый стимул вернуться и поиграть в игру, и посмотреть, к чему приведут некоторые другие варианты. Инфиорникс — очень сложная игра в классическом режиме, которая была предполагаемой сложностью этой игры, но, к счастью, здесь у вас есть варианты. Есть случайный режим, к которому я в конечном итоге тяготел, так как я нашел классический режим просто слишком жестким для меня лично. Этот случайный режим даст тебе больше безопасных точек в важных областях. Ты также сможешь сохранить часть золота и опыта, когда умрешь, и у тебя тоже будет дополнительная жизнь, которая поможет тебе. На мой взгляд, это просто немного более сбалансировано, чем приятно. Классический режим, безусловно, существует для тех из вас, кто хочет этого испытания, и вы его получите. В целом, однако, в этой игре все выглядит довольно солидно. Игровой процесс работает хорошо, платформер в порядке. Бой идеально подходит для того, что они здесь делают, и это забавный зад, несмотря на некоторые мои разочарования из-за того, что я заблудился и блуждал, что случалось чаще. Чем мне бы хотелось. Есть также несколько действительно забавных читов для обратного вызова, которые я не буду здесь полностью портить, которые вы можете разблокировать, так что отдайте должное разработчику за дополнительные возможности. Это игра, которую сможет пройти любой желающий. Это просто вопрос того, как ты хочешь это завершить. Что касается визуальных эффектов, я думаю, что эта игра показывает, для чего она предназначена. Это восьмибитная эстетика. Это действительно похоже на игру Nintendo, почти в точности как одна из них. Это фантастика. На самом деле, эта игра очень кровавая, с некоторыми ее элементами искусства. Ты можешь увидеть, как вылезают глазные яблоки, повсюду хлещет кровь. Там есть несколько ужасных боссов и монстров. В них был вложен какой-то великолепный дизайн и забота. Некоторые деревни кажутся немного похожими друг на друга, но в целом в подземельях есть хорошее разнообразие окружающей среды и тому подобное. Мне нравится пиксельная графика здесь, она действительно хорошо сделана. А потом саундтрек. Ты уже догадался, это звучит как игра Nintendo с несколькими замечательными крючками. Здесь несколько замечательных композиций. На самом деле очень сложные и хорошо продуманные песни. Я подпевал многим из них. Они всегда были лакомством, и здесь тоже есть хороший выбор. Каждая область представляет новую песню, и я всегда был рад услышать, что будет дальше. В целом, Infernox — это что-то вроде восьмибитной мечты влюбленного. У тебя здесь отличный саундтрек, у тебя есть замечательные визуальные эффекты в восьмибитном стиле, а игровой процесс продуман и надежен. Мне понравилась система выбора, в которой ты решаешь, нужно ли тебе щадить людей или нет. Это действительно заставляло меня чувствовать себя виноватым несколько раз. Я думаю, что мгновенный платформер совершенно прекрасен, бой выполняет свою работу, и есть несколько интересных способностей, которые вы откроете, которые делают его все более и более интересным. Так что в целом, это хорошо рекомендуется для тех из вас, кто любит восьмибитные игры с возвратом. Ожидай там немного странствий и разочарования, но все равно это веселая возня. Тебе хватит примерно пяти-семи часов на прохождение игры, так что это интересный способ провести выходные. Большое тебе спасибо за просмотр последнего видео из моей мечты об Индии. Теперь мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы отдать дань уважения нашим великим инди-воинам, которые поддерживают нас через членство в канале BC, Кристиана Круса, Кевина Омичелла Холла, Криса Джексона и Натана Мура, Адриана Ата, Си Младший, Скептицизм, Хейли, Джулиан Колбу, Йонс, Джессика Пэм, Бадди Джей, РСДРП, Восьмой Рюйленд, Марки, Марки, Дневная часть, Большое тебе спасибо за все, что ты делаешь для независимых разработчиков, издателей и за то, что я мечтаю об Индии. Все остальные, пожалуйста, перейдите к описанию ниже. Давай победим игровую эхо-камеру и дадим голос безгласным в играх. Субтитры создавал DimaTorzok